Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся к 35-й главе книги пророка Исаии Иерусалимского. В 35-ю главу попало обетование Божье о возвращении Израиля на Сион после всех войн, поражений, изгнаний и разрушений. И, собственно, это заключительная часть проповеди, потому что дальше в основном мы увидим с вами историческое повествование до самой 39-й главы, которая вообще заканчивает книгу. Собственно, вот в 35-й главе Господь говорит о том, что «возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, возвеселится пустыня и сухая земля». Значит, речь идет о том, что для тех людей, которые сохраняют верность правде Божьей, не берут взяток, не богатеют за счет притеснения, держатся правосудие и не врут, и не используют суд как инструмент расправы. Мы все это видели в предыдущих главах, не просто вообще израильтяне, а вот именно такие люди, которые будут названы остатком Израиля, вот все это будет рассеяно ассирийцами, эдомитянами, с участием Египта, все это подвергнется разрушению, и что будет дальше? Потому что есть пример Северного царства, где все это было развеяно и не вернулось, и не вернулось, и не осталось. Но Израилю Бог говорит, Иудеям Бог говорит, это все будет рассеяно, но через пустыню и из пустыни вы вернетесь на гору Сион. Это неожиданное обетование, которое в каком-то смысле непредсказуемо, невозможно предугадать подобного. Знаете ли, история Ближнего Востока того времени пестрит в отношении малых народов вот такими разрушениями, депортациями, рассеянием, когда был народ, потерпел крах и исчез, и нет от него следа. И эти цивилизации, которые археологи раскапывают в этом регионе одну за другой, были, процвели, исчезли, были, процвели, исчезли. Об Израиле Бог говорит, будет вот как. Были, не процвели, подверглись разрушению, но те, кто сохранят верность правде Божьей, не исчезнут. Вот, собственно, о чем речь. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. И поэтому пророк призывает укрепите руки, утвердите колени. Вот Бог ваш, вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божье. И тогда об этом отмщении, воздаянии, пророк говорит, тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отвергнутся. Тогда вот об исцелении самых разных, любых немощей, болезней, говорит пророк. Глаза слепых откроются, уши глухих отвергнутся, хромой вскочит, как олень. Ну, по-видимому, он все-таки именно на это место ссылается Господь Иисус Христос, когда приходят к Нему ученики Анны Крестителя с вопросом, ты ли тот, или ждать нам иного. И вот, помните, Христос тогда говорит, пойдите и скажите Анну. Храмы ходят, слепые прозревают, и так далее. И дальше, еще ближе к концу этой главы, пророк говорит о том, что вот там, в пустыне, где была сухая земля, там будет большая дорога, путь по ней будет называться путем святым. Это будет путь к святыне Иерусалима, путь, по которому будет идти избавленный народ, остаток Израиля, льва там не будет, там хищный зверь не взойдет, в него будет безопасно. И избавленные Господом придут на Сион с радостным восклицанием. Субтитры создавал DimaTorzok